Яндекс тестирует прототипы четвертого уровня автономности, то есть машины, которые при движении по городу могут обходиться без участия человека. Пока прототипов насчитывается только пять, но в будущем их число будет расти. Напомним, что Казанским федеральным университетом совместно с научно-техническим центром КАМАЗ также была разработана система автопилотирования. Проект является уникальным, система была создана для навигации внутри замкнутых пространств. Так, беспилотный грузовик КАМАЗ предназначен для работы на внутризаводских территориях. В прошлом году министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов в качестве пассажира успешно протестировал беспилотный КАМАЗ на подходе к мосту в Крым. В декабре прошлого года мы открыли совместный центр КАМАЗ КФУ. Он в большей степени создан для создания инфраструктуры беспилотных автомобилей. В частности, стоят задачи создания полигона для испытания беспилотных автомобилей, для создания различного рода приложений, которые будут использоваться, помощи водителям, которые будут использоваться водителями больших грузов. В рамках этого сотрудничества КФУ занимается подготовкой специалистов и созданием работоспособного коллектива на КАМАЗе, который мог бы решать задачи построения таких систем. Прежде всего, с ПАО «КАМАЗ» у нас сейчас определена дорожная карта на 2019 до 2021 года. Дорожная карта достаточно значительная, там более десятка проектов по различным тематикам, начиная от разработок достаточно серьезных и интересных систем машинного зрения, уникальных на рынке немечих аналогов, и заканчивая так называемыми полигонами полунатурных испытаний по концепции ВИХИЛ. До конца года ожидается расширение зон тестирования беспилотных автомобилей в другие области, где многие компании могут вывести свои беспилотники. Однако камнем преткновения является вопрос безопасности, а именно, кто понесет юридическую ответственность при попадании в аварийную ситуацию. Что происходит, если в любую аварию, в абсолютно любую, попал любое беспилотное транспортное средство, даже если оно не было однозначно виновата? Не говоришь о том, что оно было однозначно виновата. Это риски вообще для всей, в принципе, индустрии беспилотных транспортных средств. Валерия Муратова, Ленарда Влетьяров, Универньюс.